В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. 130 человек эвакуировали сотрудники экстренных служб из здания банка и налоговой на улице Воровского. Там был обнаружен подозрительный предмет. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Спецслужбы оцепили здание банка и налоговой у администрации Кирова. На место прибыли саперы и кинологи. Представители банка сказали, что на улице прохожий оставил сумку. Через полчаса после прибытия оперативных служб сотрудники ГИБДД перекрыли проезд по улице Воровского в сторону улицы Ленина. После проверки стало ясно, что предмет не представляет опасности. Весьма оживился после экспертизы водитель Форда на улице Пугачева. Мужчину задержали сотрудники ДПС. У него выявили все существующие признаки алкогольного опьянения. Впрочем, алкотестер после первой попытки показал нули. После такого поворота событий водитель обрадовался настолько, что не хотел ехать к врачу на вторую попытку экспертизы. Все, 0-0-0. Понимаете? 0-0-0. Да, на основании. Смотрите, 0-0-0. Состояние опьянения не установлено. На основании этого вы нападаетесь. До свидания. В наркодиспансерии первая попытка алкотеста дала положительный результат. Почти 0,6 миллиграммов спирта. А от второй попытки водитель Михаил отказался, чтобы его не поставили на учет у врача-нарколога. Теперь водителю грозит штраф и лишение прав. На советском тракте диван вылетел из прицепа прямо на автомобиль с камерой. Пропажу дивана водитель заметил и остановился. Автор видео также вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения.